По традиции избирательные участки EXO-222 открылись в 8 часов утра. Уже к 10 часам явка избирателей составила чуть больше 3%. На наших избирательных участках в этом году применяется технология QR-кодирования, причем почти 100% избирательных участков будут применять данную технологию. То есть по окончанию голосования при подсчете голосов будет составлен электронный протокол об итогах голосования, причем на каждом протоколе будет нанесен специальный машиночитаемый код. За ходом голосования следили почти 900 наблюдателей. Глава Сочи вместе с супругой в числе первых пришли на избирательный участок. Анатолий Пахомов отметил, насколько важны нынешние выборы. У нас много проблем, связанных с несовершенством закона, в том числе на уровне региона. Потому что мы сегодня, когда говорим о том, что вот, вы знаете, не положено, не по закону, люди этого не понимают, они думают, ну поменяйте закон. А чтобы поменять закон, им нужны депутаты, которые будут мыслить творчески, и те депутаты, которые знают жизнь не по наслышке. Депутат Государственной Думы Константин Затулин проголосовал на участке 46.55 в здании Центра дополнительного образования СИП. Выборы депутатов ЗСК в его графике совпали с региональной неделей, и Затулин в этот момент находился в Сочи. Город Сочи в Краснодарском крае, и нам не безразлично, какие решения будет принимать законодательное собрание края. По целому ряду вопросов мы продолжаем адресоваться в край, и край является конечным пунктом трансфертов, которые выделяются федеральным бюджетом. Все избирательные участки города принимали заявки на голосование вне помещения, то есть на дому по уважительной причине. Из 103 505 избирателей таким правом воспользовалось тысячи человек. В частности, на участок 46.12, что на улице Гагарина 10А, поступили несколько звонков с просьбой организовать голосование на дому. Естественно, эти просьбы были удовлетворены. Даже если инвалид по зрению не смог отправиться на участок, его избирательное право было реализовано. Поднялось в это утро давление у Светланы Ивановны Бельчич, но желание проголосовать было огромным, пришлось звонить в избирком. Буквально через 10 минут члены выездной избирательной комиссии были уже в ее квартире. Проголосовала очень благодарно за внимание, за поддержку. А сочинские инвалиды-колясочники традиционно голосуют на участке 46.14. Это в кинотеатре «Родина» на Красноармейской. Здесь для них созданы все условия. Легко попасть на участок и для заполнения бюллетеней оборудованы отдельные места. Ежегодно мы здесь голосуем на этом участке, потому что он наиболее приспособлен для людей с ограниченными возможностями. Также здесь могут проголосовать не только люди с ограниченными возможностями движения, но и слабовидящие. И ежегодно на выборах мы с удовольствием принимаем таких избирателей, помогаем им в голосовании выполнить свой гражданский долг. В единый день голосования в Сочи общественной палаты города была организована специальная горячая линия. На нее поступало немало звонков. Ни один не остался без ответа. Людей в основном интересовалась справочная информация. Это процедура голосования, как проголосовать, где находится мой избирательный участок, что делать, если я переехал, изменил прописку, приехал из другого города, как мне следует проголосовать. Каких-то жалоб и звонков по нарушениям на горячую линию не поступало. Что касается выборов, по выборам, велась тоже очень активная работа, разъяснительная работа для нашего населения. Конкретно в каждый дом, в каждый двор заходили мы и разговаривали, объясняли. В 10 часов утра сегодня были подведены предварительные итоги выборов депутатов ЗСК. По данным горосберкома, наибольшее количество голосов набрали кандидаты Алексей Руднев, Виктор Тепляков и Александр Звягин. Среди избирательных объединений лидирует Единая Россия. Порядка 70% проголосовавших отдали предпочтение этой партии. Явка в целом по Сочи составила чуть больше 30%. Наибольшая активность избирателей наблюдалась в Лазаревском районе и частично в Хостинском районе. Самая наименьшая активность избирателей по итогам голосования на выборах краевого парламента отмечена в Арлерском районе города Сочи. Грубых нарушений в ходе единого дня голосования зафиксировано не было. Были единичные жалобы со стороны избирателей, касающиеся включения их в список. Обработка протоколов в избиркоме еще идет. Окончательные итоги выборов депутатов нового состава Законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва огласят позже.